Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Сегодня 1 апреля и это день дурака. Ну, если можно, я шутить не буду, потому что дураков у нас и так на рынке много. Они сами над собой шутят постоянно и дают нам заработать на этом. Поэтому давайте лучше сразу к делу. О чем нам говорит то, что сегодня 1 апреля? О том, что вчера закрылась месячная свечка. И давайте посмотрим, как она закрылась. Это у нас свечи Хайконаши, которые я обычно использую для определения тренда. Но они работают с запозданием, как вы, наверное, знаете. И тут эта свечка все еще красная. Она была зеленая буквально позавчера, но после небольшой коррекции стала красная. Я думаю, что правильнее будет посмотреть здесь обычные японские свечи, чтобы сделать какие-то выводы. Итак, вот эта свеча. Закрылась она нормально выше предыдущей. Она зеленая. Это хороший признак. Тут, конечно, у нас не было идеального поглощения в прошлом месяце. Но вот сейчас вроде как мы приблизились уже вплотную к этой январьской вершине. И сейчас идем ее переписывать новой свечкой. Так что, в принципе, все выглядит очень хорошо. Движение по тренду. При этом, если посмотреть на Хайконаши свечи, то да, эта свеча красная. Тем не менее, сейчас у нас новая свеча открылась уже зеленая. То есть, что нам надо видеть с вами для быков? Ну, конечно же, чтобы эта свеча закрылась значительно выше 50 тысяч долларов. У нас есть на это еще целый месяц. И в целом мы движемся по тренду наверх. Тренд у нас восходящий. И можно, конечно, вот так вот делать поддержку по минимальным точкам. Но мне больше нравится другой канал. Я вам его показывал недавно на вот этом вот графике. Вот я начертил канал такой экспоненциальный, в котором, собственно, мы и движемся с вами. Почему я начертил такой канал? Ну, давайте на недельки перейдем. Потому что он показывает более-менее ровный восходящий тренд, вот начиная с коронадампа, вот отсюда, без лишних выпадов. То есть, смотрите, вот это у нас был лишний выпад преждевременный, да? И вот это у нас, соответственно, тоже лишний выпад. То есть, вот у нас происходит вот такая синусоида внутри этого тренда. То есть, у нас был такой мини-бычий, мини-медвежий рынок здесь. И сейчас мини-медвежий, мини-бычий, что вполне себе нормально. То есть, смотрите, грубо говоря, средняя цена биткоина за все это время была вот такая. И вот она сейчас идет вот так, то есть сейчас у нас средняя цена биткоина колеблется где-то в диапазоне 64-100 тысяч долларов, исходя из этого канала. То есть мы-то с вами знаем, что крипта, в том числе и биткоин, может показывать очень сильные свечки там за день по 30-40, а то и по 100%. Соответственно, биткоин, в принципе, может за пару недельных свечек улететь и вернуться обратно в этот канал, чего я от него и жду, собственно. Но, естественно, дисклеймер, ребята, не финансовый совет, это мои ожидания, это мой теханализ, все может произойти по-другому, так что все решения берете на себя и все риски тоже. В более локальной картине что мы видим? Что мы сейчас ниже этого канала, как я уже сказал, и у нас была небольшая коррекция, вот можно считать, что она еще продолжается, хотя в моменте у нас сейчас есть такой неплохой отскок, но это совсем в моменте. А тут, собственно, ничего сверхъестественного не произошло, мы вернулись на ретест предыдущего сопротивления. Вроде бы удержали его как поддержку, но говорить об этом еще рановато, потому что мы все еще можем скорректироваться еще куда-нибудь ниже, допустим, вот до уровня в 42 тысячи долларов, и остаться при этом в бычьем раскладе, отскочить оттуда. Поэтому тут что можно делать? Если вы уже в лонгах откуда-нибудь вот отсюда, то, наверное, имеет смысл их держать и не разгружаться. Я, конечно, думал над вами пошутить, сказать, что я разгрузился, что я вышел из Dash, что я все зашортил, но, ребят, не могу я вас так обманывать, а то вы еще поверите. Все, по-прежнему все позиции мои на месте. Cross margin long по Dash, держу на Binance, спекулятивные лонги на Bybit по фьючерсам, вот у меня тоже Dash, Bitcoin, Ethereum, XRP, BitDAO и Polkadot. Очень неплохой отскок, на самом деле, показывают сейчас монеты после вот этой небольшой коррекции. Вчера все было красное, там на 8-10% все паниковали, типа, что происходит. Сейчас уже снова все зеленое, поэтому, слушайте, ну, эта краткосрочная волатильность вообще не должна вас колышать, если вы правильно торгуете. Если вы еще по какой-то причине не торгуете на Bybit, я вам рекомендую посмотреть обзор по этой бирже. Он сейчас появится у вас сверху, вот там, нажмите на паузу, откройте его и посмотрите. Естественно, ссылки на все биржи вы найдете в описании видео, прокрутив вниз. Лучшие биржи, на которых я сам торгую, Bybit, Femex, Binance, KuCoin, ну и остальные тоже. Надежные кошельки и самое важное, ребят, рабочие обменники. Сейчас многие спрашивают, как купить крипту, как вывести крипту, P2P не работает. Вот очень просто все. Есть шахта, есть криптоэксчендж. По этим ссылкам, насколько я знаю, все работает, никакие санкции не распространяются, потому что это просто P2P обмен такой же. Вот вы можете там со Сбербанка, с Тинькова переводить на Тезер или на Биткоин, на Лайткоин, на Дэш сразу, как хотите. Как на шахте, так и на криптоэксчендж. Поэтому сравнивайте курсы, пользуйтесь на здоровье, пользуйтесь сам регулярно этими обменниками, никаких проблем нет. Вот. Ну что же мы можем все-таки сказать про локальную картину? Я, как уже сказал, я жду возврат в этот канал, но он может быть каким? Он может быть резким, этот возврат, безоткатным, да? Он может быть затяжным, например, вот так, вот так, еще мы походим, потом упадем, потом туда. Он может быть каким угодно, но на балансе вероятности просто он будет. Он будет в какой-то момент, и я думаю, что он будет быстрее, чем все думают, потому что по-хорошему этот бычий рынок тоже нам надо уже заканчивать. Когда-то, ну, в обозримом будущем, не знаю, в мае или там в сентябре. Вот эту область, грубо говоря, я бы взял временную за потенциальную следующую вершину, которую, я думаю, что мы перепишем обязательно вот эти две вершины в 69 тысяч и пойдем куда-то сильно выше. Ну, типа раза в два там или в три. И на многих альтах мы сейчас видим эту репетицию, эту разминку, когда они стреляют там по 100% в сутки. Я думаю, что это вопрос времени, когда биткоин сделает так же и улетит куда-нибудь сильно высоко. И вот тут-то все как раз и начнут фома впрыгивать в лонги, и надо будет разгружаться, потому что, ну, начнется коррекционное движение обязательно, как это было и здесь, как это было здесь. Просто, на мой взгляд, не похоже это все еще на завершение бычьего рынка. И я продолжаю ожидать более высоких значений и лонговать все это дело. Как инвестор вообще я не парюсь, я держу на холодном кошельке в ходле основную часть монет. Но как трейдер тоже я продержусь сейчас лонговой позицией, потому что, ну, друзья, мы пробили наклонное сопротивление, как это было вот здесь, и у нас еще не было нормального бычьего импульса, как это было вот здесь. То есть что-то вот такого сейчас я ожидаю. Там, когда мы будем переписывать all-time high, наверняка будет сопротивление, но и оно, возможно, будет быстро пробито, потому что все будет зависеть от количества шартов. Вот, но вернувшись все-таки к биткоину на месячном таймфрейме, хочу подытожить, что на свечках хайка наши именно вот текущая апрельская месячная свеча будет решающей. Посмотрите. Только она загорелась зеленым, и похоже, что вот эта коррекция 4-месячная на хайке наши завершена, как и вот эта 3-месячная коррекция. Соответственно, очень важно будет сейчас нам, как я уже сказал, закрыться выше уровня 52 желательно. Тогда мы будем понимать, что да, это движение наверх будет продолжаться. Но внутри каждой такой свечи месячной будет очень большая волатильность, как и внутри вот этих всех свечек. Они только выглядят потом задним числом такие все зеленые, все так понятно. Лонгую не хочу. А по факту вы же понимаете, что если мы приблизимся там на 15-минутке, то там будет абсолютно своя жизнь вообще. Вот тут и медвежие, и бычие, и пампы, и дампы, и все остальное. И можно очень круто торговать этой волатильностью, если подходить к делу с умом и не жадничать. Зеленый манифлоу 15-минутка, зеленая точка, хороший аптренд. Предыдущий памп весь был сдут практически полностью. Вернулись мы на вот эту вот поддержку, удержали ее, поэтому сейчас будем смотреть, как это дело все отыграется в будущем. 15-минутную сетку EMA Ribbon мы удерживаем как поддержку. 30-минутная сетка EMA Ribbon только сейчас вот начинает разворачиваться в бычью сторону, потому что здесь была медвежья коррекция. Часовая сетка вообще еще пока медвежья, но тем не менее мы пробили ее выше и закрепляемся над ней. 4-х часовик. Сетка вообще все еще бычья. У нас было ложное пробитие чуть-чуть вниз. Тем не менее сейчас если мы закрепимся выше и ее удержим, то паниковать просто не стоит. Опять же тут зеленая точка, манифлоу зеленый. Так что я думаю все нормально, друзья. Напишите в комментарии, как думаете вы. Очень хорошо здесь откупили эту коррекцию. Возможно, что мы прямо сейчас отсюда и пойдем наверх. Но как я уже говорю, может такое быть, что нас свозят еще чуть ниже. И надо быть к этому готовым, докупать там, не бояться. И лететь на Луну. Вот, ну а у меня на этом все. Это короткий выпуск. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем профитролей. Все ссылки в описании. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok